С вами учебник вслух. Обществознание 5 класс. Тема урока – семья и семейные отношения. Зачем люди создают семьи? Большинство людей имеют семью. Обычно в семье есть мать, отец, дети, старшие члены семьи, бабушки и дедушки. Человек, не имеющий семьи, чувствует себя одиноким. Ему не о ком заботиться, и о нем тоже никто не проявляет заботы. Семья объединяет людей, которые являются друг другу кровными родственниками. Например, мать и дети, сестры и братья, или близкими. Например, муж и жена, свекровь и невестка. Члены семьи ведут общее хозяйство, живут в одном доме или квартире. Объединяют свою зарплату и расходуют ее сообща. Они вместе воспитывают детей и проводят свое свободное время. Эти особенности отличают семью от любого другого коллектива. Например, трудового. Но, наверное, главная особенность семьи – чувство любви и привязанности, которое объединяет ее членов. Недаром в народных поговорках и пословицах подчеркивается, как хорошо чувствует себя каждый член семьи, когда в ней царит лад и дружба. Семья образуется тогда, когда мужчина и женщина вступают в брак. Основой такой семьи является взаимное чувство любви, желание жить вместе, растить и воспитывать детей. Бывают и другие семьи, когда в семью объединяются родственники, например, одинокие сестры, бабушка и внуки, тети и их племянники. Основой такой семьи является желание помогать друг другу, заботиться о малых детях и стариках. Семья – обязательная часть любого общества, любого государства. Главное ее предназначение состоит в том, чтобы не иссякал род человеческий, появлялись все новые и новые поколения, развивалось общество. Поэтому государство заботится о благополучии семей, помогает им приобрести жилье, обеспечивает возможность трудиться ее членам и воспитывать детей. Чтобы помочь семье выполнить главную ее обязанность – воспитать детей, государство строит детские сады, школы, больницы, стадионы, домошкольников, театры и многое другое. Семьи, в которых двое и более детей, имеют право на дополнительное пособие – материнский капитал. Это пособие может быть использовано на оплату образования ребенка, улучшение жилищных условий семьи или в качестве прибавки к пенсии матери. Большое внимание государство уделяет многодетным семьям, предоставляя им различные льготы и помощь. В России осуществляется специальная государственная программа «Дети России». Особая забота о детях-сиротах, детях-инвалидах, детях-чернобыля. В России приняты специальные законы, которые гарантируют семье помощь государства, соблюдение ее прав. Вот что записано в статье номер один Семейного кодекса Российской Федерации. Семья, материнство, отцовство и детство в Российской Федерации находятся под защитой государства. Семейное законодательство исходит из необходимости укрепления семьи, построения семейных отношений на чувствах взаимной любви и уважения, взаимопомощи и ответственности перед семьей всех ее членов, недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в дела семьи, обеспечения беспрепятственного осуществления членами семьи своих прав, возможности судебной защиты этих прав. Если семья не выполняет своих обязанностей. Встречаются семьи, которые не выполняют своих обязанностей. Например, дети в таких семьях находятся без присмотра, бывают голодными, родители не обращают внимания на их воспитание и образование. Конечно, таких случаев не так много, но они встречаются. Тогда вмешивается государство, потому что такая семья нарушает Конституцию России. Ведь в этом своде российских законов записано, что родители обязаны заботиться о воспитании детей, приобщать их к труду и воспитывать в них трудолюбие. Какие же права ты имеешь, как несовершеннолетний ребёнок? Они также прописаны в упоминавшемся сборнике законоположений в Семейном кодексе Российской Федерации. Вот некоторые из них. Право ребёнка жить и воспитываться в семье. Право знать своих родителей. Право на их заботу о себе. Право на совместное с ними проживание. Право общаться с обоими родителями. Другими родственниками. Право на имущество. За невыполнение государственных законов суд может лишить родителей родительских прав. Тогда заботу о ребёнке берёт на себя государство. Какие бывают семьи? Все семьи разные, но можно найти черты, которые делают их похожими. Например, в семье живут только родители. Мать, отец и их дети. Такие семьи называются двухпоколенными. То есть в них есть два поколения. Старшее, которому относятся родители, и младшее, которому относятся дети. Напомним тебе, что поколением называются люди примерно одного возраста, живущие в одно время. Все твои сверстники – люди одного поколения, а их бабушки и дедушки – люди другого, старшего поколения. А если в семье живут три поколения, не только дети, их родители, но и родители родителей, то есть бабушки и дедушки, такие семьи называют трёхпоколенными. В прошлом они были весьма распространены в России, особенно в сельской местности. Старшее поколение выполняло часть семейных обязанностей, помогало вести домашнее хозяйство и воспитывать детей. В жизни бывает и так, что по каким-то причинам в семье отсутствует один из родителей. Такая семья называется неполной. Но это совсем не означает, что эта семья хуже полной. Ведь оставшийся родитель, мама или папа, делает всё, чтобы детям было уютно и тепло в доме. Итак, современная семья объединяет родных и близких людей и несёт ответственность за жизнь, здоровье и развитие детей, за внимательное и бережное отношение к старшему поколению. Путешествие в прошлое Вот как описывает писатель Белов сельскую семью северных губерний России. Бобыль, бродяга, шатун Вообще человек без семьи считался обиженным судьбою и богом. Иметь семью и детей было так же необходимо, так же естественно, как необходимо и естественно было трудиться. Семья скреплялась наибольшим нравственным авторитетом. Таким авторитетом обычно пользовался традиционный глава семьи. Иногда таким авторитетом был наделён или дед, или один из сыновей, или большуха, тогда как формальное главенство всегда принадлежало мужчине, отцу, родителю. Доброта, терпимость, взаимное прощение обид переходили в хорошей семье во взаимную любовь, несмотря на семейную многочисленность. Ругань, зависть, свои корысти не только считались грехом, они были просто лично невыгодны для любого члена семьи. Всё руководство домашним хозяйством держало в руках большуха, женщина, жена, мать. Она ведала, как говорится, ключами от всего дома, вела учёт сену, соломе, муке и заспе, овсяной крупе. Весь скот и вся домашняя живность, кроме лошадей, находились под присмотром большухи. Под её неусыпным надзором находилось всё, что было связано с питанием семьи. Соблюдение постов, выпечка хлеба и пирогов, стол праздничный и стол будничный, забота о белье и ремонте одежды, тканью, баня и так далее. Само собой, что эти работы она делала не одна. Дети, едва научившись ходить, понемногу вместе с игрой начинали делать что-то полезное. Проанализируй слова писателя о том, что семейные ссоры были лично невыгодны для любого члена семьи. Выскажите своё мнение. Сверь свой ответ с таким высказыванием. Семейные ссоры мешали общему труду, ухудшали его результат, плохо влияли на настроение всех членов семьи и семейный уклад. В таких семьях не ладилась ни работа, ни праздники. Сравни сегодняшний уклад семьи с тем, который описал Белов. Выскажи своё мнение. За какой семейный труд отвечал хозяин, мужчина, глава дома и крестьянской семьи? А что входило в обязанности хозяйки? Как распределяются обязанности в современной семье? Проверим себя. Какое значение семья имеет в жизни человека? Какие семьи бывают? Чем отличаются двухпоколенные семьи от трёхпоколенных? Почему государство заботится о семье? Приведите примеры такой заботы. Проанализируй своё отношение к пожилым членам семьи. Всегда ли ты внимателен, заботлив? Какие семейные дела ты можешь делать вместо них? В классе и дома. Расспроси своих родителей о том, как они познакомились. Какие события в своей семейной жизни считают самыми важными? Есть такое выражение. Ребёнок учится тому, что видит у себя в дому. Родители пример тому. Чему тебя научили твои родители? Чему ты хотел бы ещё научиться? Проведите работу в парах, прочитайте стихотворение, подготовьте совместные ответы на вопросы. О какой особенности семьи говорит поэт? что является опорой в жизни каждого человека? Любили тебя без особых причин за то, что ты внук, за то, что ты сын, за то, что малыш, за то, что растёшь, за то, что на маму и папу похож. И эта любовь до конца твоих дней останется тайной опорой твоей. Валентин Берестов. Используя справочную литературу или материалы интернета, объясни значение слов свекровь, заловка, тесть, невестка, сват, сватья. Выскажи своё мнение. Кого называют домочадцами? Это слово старинное или современное? Проверь свой ответ по словарям.